привет друзья меня зовут алексей и вы у меня в мастерской и сегодня мы будем делать опять же ручку и из нового неизведанную для меня набора этот набор называется модель 272 то есть соответственно это rz bp 272 chrome конечно же я купил в магазине панкидс мол набор выглядит вот так и буду делать ручку соответственно и используя вот такой брусочек стабилизированного березового сувеля давайте посмотрим на набор поближе прежде чем я приступлю к работе и уже покажу вам финальный результат распаковка распаковка вытряхиваем все из пакетика соответственно мы видим что ручка будет состоять из колпачка и тело судя по размерам трубочек тело достаточно длинная колпачок компактный стержень это формат стержня паркер то есть у него задник сделан под механические ручки но эта ручка будет соответственно с колпачком посмотрим остальные детали и так носик ручки все выглядит достаточно стандартно и ничем может быть даже не отличается от 51 модели самой ходовой модели из этого магазина то есть до развинчивается все носик отделяется вот явно что вот эта часть будет запрессовываться в тело ручки здесь у нас тоже каким-то образом можно выкрутить но он видимо застрявший достаточно фрагмент носика отложила в сторону это фрагмент колпачка то есть это будет запрессовываться сюда здесь интересная какая-то вставка здесь ткань видимо она сделана для того чтобы стержень как-то не царапался когда туда заходит вот может быть это будет мешать сборке посмотрим пока это выглядит вот так а то есть это будет вставляться сюда значит пятка ручки совмещена с клипсой и вот это клипса уже очень кондовая то есть здесь прям металла много и он достаточно жесткий то есть в отличие от 51 модели здесь не будет большого косяка здесь какой-то греческий рисунок соответственно давайте поднесу покажу будет ли здесь видно греческий рисунок а насколько понимаю он отвинчивается так значит все-таки клипсу можно снять и сделать колпачок например без клипса если хотите или вставить там какое-то украшение да то есть клипса клипса прям кондовая кондовая обратите внимание какой толщины металл очень интересная моделька если она будет хорошо собираться может быть станет ходовой я так думаю что она будет чуть полегче чем 51 модель меня смущает только паркеровский стержень он не для таких ручек все-таки предназначен значит пятка самой ручки находится здесь в ней ничего волшебного нет и есть какой-то странный элемент вот эта втулка скорее всего я думаю что это должно вот так вот упираться и компенсировать длину паркеровского стержня может быть чем отличается посадка паркеров стержня от стержня 110 миллиметров стандартного то что здесь пружинка она на носике ручки и она наоборот пытается втолкнуть стержень в тело ручки и если вы вот эту часть укоротите вот этот вот эту втулку по какой-то причине у вас скол произошел на краю и вы сошлифовали миллиметр ручки есть шанс что она будет очень сильно торчать из носика ну-ка вставим ее сюда а видите насколько она может выдаваться вперед то есть для этой ручки единственное критично чтобы у нас она размер втулки бы вот такой вот иначе иначе вам придется что-нибудь делать подрезать пятку этого стержня благо ее можно подрезать но понимаете сами что если вы такую ручку продадите как кому-то это значит человек будет пожизненно подрезать эти стержни когда их будет менять вот значит в принципе по набору наверное все все выглядит нормально и солидно есть у нас еще здесь набор втулок для точения втулки маркирован тоже rz bp на rz rp 272 но rp это значит что это как раз втулки то есть bp был бы эта ручка это втулки нас есть четыре втулки они нужны для вытачивания тела ручки и соответственно тела колпачка давайте их посмотрим значит втулки для колпачка одинаковые не имеет никакой разницы как вы будете вытачивать соответственно втулки для тела ручки тоже одинаковые нам повезло вообще в принципе вот у сяман режим у них в основном втулки симметричные а вот в 19 модели ручки которая рассматривал в отдельном видео у него у нее втулка которая идет к стержню и втулка которая находится в задней части ручки разного диаметра и поэтому надо очень серьезно смотреть при сборке как у вас это все располагается здесь ручка универсальная в оба направления соответственно набор есть ну что думаю процесс изготовления ручки будет не интересен здесь потому что что на него смотреть я под это снимал отдельное видео будет шорт на канале соответственно если вы предпочитаете смотреть не на youtube а на вконтакте видео будет соответственно в к клипах короткое видео но также выложу в рилс в инстаграме будет видео о том как эта ручка делалась коротенькая за одну минуту а мы с вами посмотрим финальный результат итак друзья произошла магия монтажа и вот у нас ручка давайте поделюсь впечатлениями с точки зрения в начале производства этой ручки а потом ее потребительских качеств и так с точки зрения производства что будет сложным это первое вот эта часть тела ручки достаточно большая поэтому для сверления сквозного бруска вам потребуется длинное сверло помимо этого длинного сверла хорошо бы чтобы вашего токарного станка был достаточно большой ход пиноли чтобы можно было просверлить его не двигая заднюю бабку у меня еле-еле хватило станочка на это дело но ничего все отлично с точки зрения производства вроде бы все есть еще небольшая сложность в запрессовке вот этой задней пятки она почему-то все время меня шла на перекос а когда что-то идет на перекос это значит что она может поломаться если она может поломаться это будет самая обидная вещь то есть конце самому вас изделия ломается значит но у меня все удачно сложилось я все смог собрать значит с точки зрения потребительских качеств этой модели значит у нее во первых два захода два захода соответственно резьбы поэтому ошибиться можно только один раз вот я собрал ее правильно сейчас ручка достаточно тяжелая к минусам можно отнести то что колпачок никак не насаживается не накручивается на пятку то есть колпачок всегда будет отдельно значит сидит в руке ручка достаточно хорошо баланс у нее интересный возможно ей даже можно будет достаточно долго писать они просто подписывают документы значит стержень сел отлично здесь никаких проблем нет он хорошо сидит прочно не не торчит очень сильно рисунок ручки хороший как бы и очень приятная история то что можно отвинтить вот этот колпачок крышечку здесь и соответственно переместить клипсу туда как вам хочется клипса жесткая писец вообще то есть не отломится моделька но достаточно удачно смотрится гармонично узорчик здесь вот такой ничего необычного вот здесь достаточно такой интересный все-таки греческий узор может быть кому-то будет интересно за счет того что у нее тело как бы вот я я обычно когда произвожу ручки я не делал всяких вычурных вещей типа там больших пузатости каких-то но и не делаю ручку совсем плоской то есть она получилась так что достаточно неплохо тело ручки изгиб которая здесь взял переходит вот в этот вот колпачок и то же самое что здесь то же самое здесь произошло мне мне она нравится значит вернемся к общей картинке и так друзья что я готов сказать об этой ручке достаточно удобно тяжеленькая прям хорошая увесистая в руке подписывать документы самое то я еще и попробую погонять с точки зрения писать что-то там конспектировать по-быстрому вполне может поконкурировать 51 моделью а вот того же производителя интересный у нее рисунок и так как ручка делалась не на заказ а я ее делал как эксперимент по работе с новой фурнитурой может быть я ее разыграю а может подарю кому-нибудь посмотрим будет лежать у меня ждать нужного момента пока что просто в событии никаких интересных в сообществе не происходило чтобы устраивать розыгрыш если кто-то захочет выкупить пишите на этом спасибо пока ждите новых видео